Бог Кирто, пожелаем с вами изучение законов до Шона Ра, день 137-й, о том, что не верит в Ураиле, они уже в관шивая и он облеченном слегке, чтобы ты даровался мне в этот раз, каждый день убираться свои услуги языка что на и рахинут достигусь я плохих слов даже об одном человеке конечно во всем еврейском народе или его части пусть не будет у меня жалобы на пути святого благословенного достигусь я слову живу свой болтовни ссоры гнева гордыни резкость и оскорбление насмешки других видов запрещенной речи даруй мне заслугу говорить лишь то что необходимо для моего материального и духовного благополучия и пусть все дела и слова мои будут ради небес на чем шамаем законы то или то есть законы конструктивной речи говорили что есть случай когда лошонара да разрешается и это не будет считаться лошонара если это делается с конструктивной целью то есть для пользы конструктивная речь как и в ситуации с лошонара запрет рахинут имеет ввиду бессмысленную и разрушительную сплетен то есть мы проходим с вами законы сплетен когда эти сплетни запрещены когда этот разговор он бессмысленный он бесполезный и все что делает он только разрушает насаждает вражду между людьми передать человеку для его пользы то для его пользы что о нем сказали уже не рахинут это может быть даже митвой то есть иногда если человек передает одному то что сказали про него другие не обязательно что это будет сплетня и будет запрет а иногда наоборот это будет митва если это поможет этому человеку но ясное понимание при каких условиях разрешается передать такую информацию требует изначальной нет привет не предвзятности и объективности действительно человек всегда можете оправдать но я то что ему говорю это ему на пользу это надо говорить это не не запрещено поэтому человек должен быть изначально объективным и не предвзятым чтобы действительно это было то что он расскажет было митвой а не дай бог не нарушением не грехов дальше это она хана сегодня точно мы за чем-то мы правильно прошли что и когда как можно говорить шмират арашон из мусор смират арашон отчаяние творец не требует невозможного мы должны знать что все что у нас написано в торе возможно из про исполнить еще одна причина лежащая в корне рашонара и уж что это и уж отчаяние человек теряет веру в то что способен жить говорить и слушать так как повелевает тора человек отчаивается году мы часто это слышно рова это же нельзя все сделать разве это возможно или как человек отчаивается это невозможно так поэтому он говорит так убеждает себя это человек что это вообще невозможно что нельзя жить в обществе быть деловым человеком и при этом соблюдать законы тора так невозможно жить и в подтверждение цитирует из талмуда который говорит так тракта от баба батра 165 лист первой странице все победы в рашонара то есть там тому говорит а он перечисляет что некоторые люди повинны в одном грехе а вторые люди так какие как сказать пропорционально но там говорится что все победы в лошонара угодно вот видите написано даже в талмуде что невозможно без лошонара прожить аксиома еврейский веры гласит творец не требует того что превышает силы его творения как вы сами говорили человек купил холодильник он скажется и поможет скажет своему пятилетнему мальчику помоги не поднять этот холодильник на второй этаж он не скажет потому что у него знает что у него не хватает сил но 15 летним или 20 этим он да скажет поэтому творец который нам нас сотворил и он знает что мы можем и что мы не можем исполнить поэтому говорит творец не требует того что превышает силы его творений если бы шмирадо рашон был доступен только избранным лишь особым праведником стремящимся к высотам куда другим не подняться тогда соблюдение закона вторые не было бы долгом каждого но тура велит всем избегать лошонара что включает целый ряд заповедей а раз есть такое требование значит творец наделил каждую еврейскую душу способностью ее выполнить то есть если есть такая митва не говорит о шонара не рассказывать сплетен и она митва для всех а не для избранных или не за тех кто пытается быть лучше чем того требует закон значит если это митва есть все могут ее исполнить бог верен нет нет в нем и справедливости говорит книга дворим вас 32 глава 4 посуд бог верен нет в нем не справедливости он сотворил человека чтобы тот был праведным они грешником то есть так объясняется при этом стих что значит бог верен и нет не у не справедливости человека бог создал чтобы он был праведным и он может быть праведным и не быть грешным создатель дал каждому еврею силы соблюдать все его заповеди иначе было бы несправедливым спрашивать него отчет за все нарушения то есть мы говорим человек то не да бог грешить не дай бог ошибается он наказывается за что его наказывать если бог не дал ему сил и возможности не не грешить поэтому говорит здесь бог дал каждому силу и возможности соблюдать все его заповеди потому что если бы он не дал этих сил тогда было бы несправедливость него потом спрашивать почему ты это сделает а ты не сделал не было возможности невозможно не было сил знаний и так далее талантов поэтому здесь написано второе четко и ясно бог дает каждому силове и человеку силы и возможности и все что необходимо для того чтобы он заповеди исполнял и не дай бог их не нарушал и продолжим на следующем занятии варуха доуна и леулам амин